Татьяну Навку. У вас очень необычная фамилия, в ней есть какой-то смысл? Оказывается, это лесная красавица. Очень соответствует нашей внешности. Татьяна, вы знаете, что по опросам комсомольской правды вы в два раза превышаете саму Марию Шарапову? В чем? Смотря в чем? По внешней привлекательности. Спасибо большое. То есть вы не следите за своими рейтингами красоты? Времени нет просто. Газеты читаю, но как-то не попадалось в рейтинге моей красоты мне на глаза. Говорят, что все успехи закладываются в детстве. Что сделали ваши родители, чтобы воспитать такой чемпионский характер? Я, то есть из спортивной семьи, папа у меня мастер спорта по теннису настольному. Очень хорошо играл в футбол, в баскетбол, в волейбол. А мама у меня тоже имеет разряд по гимнастике. Майя Плесецкая Майя Плесецкая сказала, что когда она смотрела вашу Кармен, у нее мурашки по коже шли. Когда я прочитала эту статью, это было очень приятно. Вы лично общались с Майей Михайловной? Никогда в жизни не общалась, но, конечно же, следила за ее творчеством. И спасибо большое. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Майю Михайловну. Газеты писали, что вы очень рисковали в выборе внешнего образа. Во-первых, Кармен не может быть блондинкой. Изначально планировалась, конечно, Кармен только брюнетка и очень старастная такая. В свое время подстригла волосы, был у меня период жизни. И этот период жизни был не совсем удачный у меня. И я решила, что цвет волос и волосы я не буду менять, что бы это ни было. Хотя я сейчас, после уже прошествия Олимпиады, я хочу поменять немножечко свой образ. Вот все жду, когда уже наконец во мне эти силы ко мне придут. Но чисто Олимпиаду я каталась блондинкой только из тех соображений, чтобы вот лак у меня пошел, вот эта удача, да. Вот я так буду блондинкой. Вот такой никто еще не был Кармен блондинкой. И потом традиционные Кармены редко бывают столь оголенные. Но вы даже с голой спиной сумели убедить, что именно вы лучшая Кармен, как сказала Презецкая. Это не было лучшая Кармен, потому что с голой спиной. Все ведь в целом должно сочетаться. Когда вас спрашивали о работе с Маратом Башаровым, вы говорили, очень трудно было, потому что он все время хохмил. Я даже говорила, ты можешь хотя бы пять минут побыть серьезным. Я очень многому у него научилась, в плане того, что действительно нужно многие ситуации, вот даже если тебе очень бывает больно и тяжело, все равно к этим ситуациям обходить их юмором и... Это когда он вас ронял, вы продолжали шутить? Нет, когда он меня ронял. Я не продолжала шутить. Но бывают ситуации, когда кажется уже вот хочется разозлиться и ответить, да, если человек тебе плохо. Не просто говорят, отвечай добро. Другим добро тебе вернется. Вот Марат Башаров, это тот человек, который всегда любой бабушке, уборщице, он всегда скажет здравствуйте или до свидания, скажет спасибо большое. Еще когда я с Маратом катала номер, и мне сделали такую косу, мы катали вот, каким ты был, таким ты и остался. И вот когда я там в поле, да, и вот такая коса, и мой муж увидел, говорит, ну, просто вот вылет, вылети машинку. Я не хочу быть на нее похожа, потому что она какой-то такой, очень такая властная женщина и очень, очень уж сильная женщина. Мне кажется, что в женщине должно вот сочетаться быть и сила, и мягкость, и бьют. Ну, не так. А вы для себя представляете политическую карьеру в будущем, возможно? Представляю, да. Я бы могла. Ну, это не цель моей жизни. Экспресс-газета написала, что Лиза Башарова очень ревновала вас к нему и даже устраивала ему головомойку. Может быть, было у них что-то там внутри, но мы познакомились с семьями. Лиза очень обаятельная девушка и тоже ко всему подходит с юмором. Никогда никаких проблем у нас не возникало. Газеты писали, что на прием к президенту Путину все пришли в строгих олимпийских костюмах, и только Навка и Жулин пришли в свободных собственных костюмах. Почему? Просто в тот момент мы жили в Америке, и все вещи находились там. Интимный вопрос. Сколько времени вы потратили на свою внешность перед тем, как поехать на прием? Столько же, сколько всегда. Ну, минут 30. Ну, вы какая-то прямо рекордсменка. Так быстро умеете привести себя в боевую раскраску? Ну, а что? Мне многое не нужно. Я никогда в жизни не крашусь очень ярко. Вот. Считаю, что женщина должна быть естественная. Пресса писала, что машину, подаренную вам президенту, повредили. На самом деле это абсолютно был пустяк. Я просто ехала в пробке, и девочка сзади, ну, как-то не рассчитала и дотронулась до моей машины. Но так как-то дотронулась, там была такая вмятина, такая, ну, маленькая. Ну, естественно, бампер нужно было менять. Вот. Тут же, пока мы ждали милицию, там, ГАИ, тут же наехали какие-то репортеры, газетчики и раздули это до... Невозможно, мне со всего мира просто звонят и думают, что я где-то в госпитале, просто вся в переломах. И на самом деле все нормально, все хорошо, все уже заделали машину, все отремонтировали. Поскольку у вас, Таня, влюблена вся страна, какие качества у мужчин вы цените? В первую очередь это юмор. Конечно, мужчина должен быть сильным. Мужчина, если сказал, то сделал. Он не должен быть красавцем. Обязательно должны гореть глаза. Вот, кстати, о Путине, когда мы встречались, все девчонки потом, подружки себе спрашивали, ну, как, что, ну, какое. И я хочу сказать, что у нашего президента действительно очень светлые глаза, которые искрятся. Вот для меня это очень важно. В человеке, вот так же в моем муже, глаза, вот они сверкают, излучают огонь. В моей дочке это есть. И это очень важно, чтобы огонь был в глазах. О треугольнике Александр Жулин, Майя Усова, Татьяна Навка можно делать мексиканский сериал. Расскажите, как это все развивалось? Полюбили мы друг друга. Ну, не сразу же я читала. Иван Дамарья. Это же было в третьей серии. А в первой серии... В первой серии было так, что когда-то еще 13-летней девочкой, будучи в Днепропетровске, приехала такая пара, как Усова-Жулин. Я со своей подругой ходила любоваться этой парой, просто вот, как, ну, не кумиры, но очень они мне нравились. Была очень красивая, эстетические вообще и лица, и фигуры, и движения. Вот только как на кумиров смотрела. Через год меня пригласили в Москву, и я совершенно того не подозревая, даже не знала, где и у какого тренера они тренировались. И я увидела их на льду, у Дубовой. Вся их жизнь, конечно же, на моих глазах. Как они ссорились, как они расставались. Во второй серии появилась Оксана Грещук. Я видела, как этот черный лебедь всеми средствами по трупам и все такое прочее было на моих глазах, как разрушался этот союз. Прокладывал вам дорогу. Можно сказать, прокладывал мне дорогу, да. Ну, и я, естественно, в то время еще ничего не могла даже предположить. Так вот их семья рушилась на моих глазах. У меня были очень хорошие отношения с Майей. Вот, я была маленькая, она многое что мне рассказывала. И потом, в один прекрасный день, я как-то оформилась, стала уже не пятким утенком, а уже таким лебедем маленьким. И в один прекрасный день я почувствовала, что этот самый монстр, который разбивает души всем девушкам, вдруг... Ну, вот, как-то внимание с его стороны. И просто понимая всю ситуацию этого всего того треугольника, я маленькая девочка, просто стала понимать, что меня это стало тоже трогать, интересовать. И, то есть, совершенно ничего не было, просто какие-то взгляды с его стороны. Мне было с ним очень интересно. Он мне рассказывал какие-то истории. Так как мне нравились мужчины старше меня, то, конечно, он мне очень многому научил. И просто уехали в Америку, и так получилось, что мы жили все в одном доме, много спортсменов. И вот как-то у нас с ним сошлись интересы. Мы слушали музыку, мы смотрели фильмы, мы там книжки какие-то пересказывали. Вот, ну, действительно, общие такие вот. И вот я стала чувствовать, что сердце мое вдруг заныло. Как бы я себе ни говорила, что это не мое, и нельзя идти по этому пути. А федерация вам говорила, не разбивая лучшую пару страны? Ну, когда уже узнали, увидели и заметили, конечно, все были вообще против. И тренер. Тем не менее, вот, и... Ну, к тому времени уже совсем их семья, как бы, очень плохо жили они. И, в общем, хотела я того или не хотела. Все пророчили судьбу, что поматросят и бросят. Вот, тем не менее, оказался, оказался совсем не так. И, видите, уже и внуки скоро пойдут, можно сказать. Вот, а тем не менее, все это пишется до сих пор. И мне просто жалко тех женщин, которые до сих пор уже, да, вот живут теми днями. А мы живем в будущем. То есть вы хотите сказать, что до сих пор он так же любим, как и раньше многими женщинами? Он сейчас вообще сексимул, все Руси объявили на всю страну. Вы его ревнуете? Я его нет, не ревную. А он вас? Никогда мне это не покажет. И он знает, что меня нельзя в клетку закрыть. Будет еще хуже. Поэтому он все делает правильно. У меня есть товарищ кавказской национальности. Он мне говорит, когда я смотрю на Навку, я просто обалдею. Я просто обалдею. Когда я закончила спорт, так чуть-чуть как-то поправилась. Вот. Ну, по сравнению со спортом, да, потому что там мне нужно было быть после этих сумасшедших нагрузок. Невозможно просто поправиться. Вот. А сейчас очень много комплиментов, действительно, и женской стороны, и мужской. Мне все говорят, ни в коем случае не худей. Такая стала вот такая женственная. И, ну, посмотрим. А почему вы не стали выступать в паре с Александром Джулиным? Ну, во-первых, кататься в паре с любимым человеком – это ужасно. Потому что, когда у тебя адреналин, когда ты, пульс подскакивает там, очень высоко, и адреналин поступает в кровь, и невозможно себя контролировать иногда. А вот, как у меня с Романом, мы можем ругаться, можем и говорить друг другу, ты там дурак, и ты дурочка, и ты там не прав, и я не права, и, в общем. Но, тем не менее, мы разошлись в разные углы, поссорились, все. Потом пришли нас через два часа на тренировку, взяли за руки, нас ничего не держит, мы друг другу не любим, и обиды никакой нет, вот такой вот ранимой обиды. А с любимым человеком, если он на меня скажет плохое слово, ну, как это, меня, кроме как ангелочком, да, никогда не называл мой любимый муж. Но, то, что он мой тренер, это очень, конечно, нелегко, тяжело, потому что, приходя с работы домой, ты можешь человеку любимому, который занимается другим родом, деятельностью, и можешь сказать, вот у меня там тренер там, или партнер, вот так со мной неправильно поступили, так меня вот обидели, тебя пожалеют, и по головке погладят, вот, и скажут, ну, не обращай внимания, или что-то. А здесь, конечно, к мужу ты не придешь на него же жаловаться. Как вы воспитываете свою дочку Сашеньку? Поначалу у меня, кстати, с мужем были кое-какие проблемы в этом плане, потому что он слишком балует, слишком все разрешает. Было время где-то с двух до четырех лет, очень сложный период, совершенно не знали вообще, как с ней справиться, потому что, как в Америке, ну, забрать тюс, плохие зубы, когда вот лезут у деток. Конечно, так мы по попе, и что только не применялось. Канонов таких вот, как мы воспитываем, нет. Но вы же на соревнованиях, на сборах тоже сидит с дочкой в Америке. В одно время няни были, в другое время бабушки приезжали, дедушки очень нам помогают, и мои родители, и Сашины родители, и, конечно, если бы не они, тяжело было бы, потому что няням, ну, как бы, нам, правда, везло. У нас, вот, последний, в Олимпийский год у нас была няня, очень повезло, очень хорошая женщина, порядочная, и строгая, и мягкая, то, что нужно. Русская? Да, русская, причем с Украиной, вот, но она была в Америке. Мы ее нашли в Америке, то есть она приезжала просто там, в Америке много русских женщин, которые приезжают просто на заработки, и, как бы, нарушая законы, не имея рабочую визу, работают, подрабатывают, вот так, в русских семьях. Ну, мы ее нашли тоже, нам посоветовали через знакомых. А так, конечно, сейчас, в данный момент, Сашин отец, дедушка наш, спасибо ему тоже большое, нас спасает, ее возит, кормит, можно сказать, и на тренировке, она у нас пахарь, труженица, мы у нас за фигурным катанием занимаемся и теннисом, и вот школа с следующего года начнется. А я считал, что она по субботу входит в какую-то русскую школу? Это она в Америке, мы когда жили, вот, опять-таки, я настояла, все говорили, что зачем это нужно, я сказала, нет, ребенок должен читать и знать русский язык. А вы сейчас больше собираетесь жить в России? Да, только в России, конечно. И, на самом деле, вот, наши родители, Сашина мама, моя мама, Сашина мама вообще очень верит в Бога, очень хотела и молилась за то, чтобы мы жили в России. Вот так сложилась жизнь, что сейчас наши родители очень довольны, что мы живем здесь, в России, и мы, честно говоря, 13 лет мы жили в Америке, и, конечно, было, как бы, ну, страшновато, потому что там совершенно другая жизнь, там мы все знали, здесь, хотя мы, естественно, тренировали здесь очень много, но мы все равно приезжали. Мы жили в гостиницах, у нас были сборы, а тут просто другой мир, и зная то, что здесь очень опасно, да, очень много и детей воруют, и квартиры воруют, и машины воруют. И, тем не менее, после двух или трех месяцев того, как мы живем здесь, мы сели как-то с мужем на кухне Саши, и так, в один голос, как мы 13 лет пропадали в этой Америке. Поэтому я наслаждаюсь каждым днем, живя здесь, в России, и вообще это прекрасная страна, и столько души, сколько у русских, столько, сколько, вот, вот, какие вот мы есть, вот такие вот русские, и это наши, это наша культура, мы так выросли, вот, гаишники нас останавливают, вот, ты там им, как-то их договоришься с ними, вот это вот наши, а вот эта жизнь по каким-то канонам, по законам, ну, не привыкли мы так, тяжело там нам, в Америке, русским. Хотя кто-то рождет быть американцем, кто-то, вот, приезжает в Америку, знает английский язык, вот, там, за два-три месяца изучает просто, как родной, знает все законы, знают все песни, знают, сколько звездочек на флаге, и сколько полосочек, то есть, вот, эти люди действительно, вот, они просто рождены жить в Америке. Мы, мы, мы нет, мы так до конца, у нас были русское телевидение, у нас были русские магазины, русские газеты, русские бани, русские друзья, вот, мы так и не американились. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой вопрос? Ну, сейчас вы уже абсолютно адаптировались к жизни в Москве? Как-то уже и пробки научились с ними справляться, да, уже и не раздражает даже, вот, как-то научилась где-то, так, там найду улицу какую-то, ну, то есть, это нормально, нормально, абсолютно с этим можно жить. Грязь, ну, как бы у нас, да, две беды, грязь и пробки, говорят в России. Грязь, тоже привыкли, просто чаще нужно обувь мыть и менять, новую покупать, ну, что поделаешь. Вы говорите, что вам нравится стремиться к цели и достигать ее. Какие цели сейчас вы перед собой ставите? Естественно, я еще хочу кататься, выступать в шоу с романом, в звездах на льду. Конечно же, обязательно хочу родить второго ребенка, а если позволит здоровье и как бы все остальное, то и третьего. И вообще, я считаю, что если женщине позволяет, ну, ситуация, что нормальный муж, да, там, нормальная зарплата, есть средства к существованию, то если женщине можно рожать и рожать и четверых, и пятерых, если есть деньги на няню, да, вот, ну, можно не рожать, можно брать из приютов, тоже очень хорошо. Ну, мне нравится, когда большая семья, много детей, все кричат, дедушки, бабушки, и это замечательно. У меня в жизни так всегда все как-то в ситуации, вот, как-то, знаете, двери сами открываются, и главное почувствовать, что именно та дверь тебе открылась, и в нее войти. Вы говорите, возраст женщины выдают глаза. Почему у вас такие молодые глаза? Ну, потому что они светятся, потому что, вы правильно заметили, что вот глаза зеркало души, вот, и поэтому очень важно, когда они светятся. И я, конечно, не идеал, да, вот, таких положительных эмоций, и все время, конечно, у меня бывают тоже плохие дни, когда я расстроенная, когда я чем-то недовольна. Но в основном стараюсь я не обижаться на людей. Иногда человек тебе что-то скажет, не подумав, или, там, от усталости, там, или даже скажет это для того, чтобы тебя обидеть. И если ты реагируешь на это, человек от этого, естественно, тоже питается, да, вот. Вот. А если это близкий человек тебе скажет, я же знаю, что он меня любит. Вот. Просто устал. Вы родились 13 апреля. В этих цифрах заложена ваша судьба? Известно, 13 число не счастливое, даже в некоторых странах, в Америке, по-моему, даже есть, ну, что нет 13 этажа. Для меня это счастливое число. Всегда, когда я вытаскивала стартовый номер 13, я очень радовалась этому. Ну, для меня это вот ассоциация счастья и успеха. Даже в казино, если я играю иногда в казино, я всегда ставлю на 13, очень часто выпадает это число. Обычный, любимый литературный персонаж Винни-Пух. А вообще, самый любимый это у меня кот из Простоквашина. Я со своей муркой ни за что теперь не расстанусь. Я и так счастлива была, а теперь в два раза счастливее стану. Татьяна, мы вас все очень любим и самых больших вам успехов. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.